Хейо, гайз, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Момодоро Monolith Forwell. Сегодня у нас как 11 января, как я понял, игра вышла сегодня. Она по-место, очередной Метроид Ваня. Я обожаю Метроид Ваня. И это из довольно хороших серий игр. Я играл все части. Вроде бы. Первая, вторая, короткие. Третья, более-менее. Четвертая. Кул. И это, по идее, пятая? Пятая-шестая. Вроде бы пятая из серии игр. Ну, поехали. Я уже настроечки настроил. Поэтому, летс го. Новый файл. Полетели. Так, выбор сложности. Легкость для игроков, предпочитающая расслабляющая игра без трудностей. Сражение. Гибкая сложность. Выключено. Ладно. Обычно. Для тех, кто хочет себя испытать. Боевые условия, такие как полученные уроны, периодические действия, неуязвимости намного суровее. Обычно. Погнали. А что нам? Измените яркость. Вроде бы все и так нормально. Интересно. Вот смотрите. Мы последнюю игру, которую играли в Момодор, мы сражались с помощью листиков. Боссы довольно прикольно выглядят в Момодоре. Последний, который мы играли. Звон черного кулакла. Тридцать раз прозвучал он под озаренную луном небом. Тридцать раз призвал он смерть и тьму. Да не осветят нас, боги, и смилостивиться над нами. Элита была... Элита шестая часть. Последняя, я вот не помню, это была полу-3D-шная версия, да? В мрачном виде. Да, это значит, пятая была часть. Или нет, или я снова что путаю. Это место кишит демонами. Я должна поспешить и найти звонаря. Ну, по музыке, в принципе, и громко. По заметке мы чуть позже зайдем. Ну, я просто музыку плюс-минус настраиваю, чтобы не так громко было. Че? То есть мне обязательно... Лёля, серьезно? Малайд вы придумали, конечно. Мне нужно просто настроить, чтобы не так громко было и не так уж тихо было. Просто я до этого вроде бы проверил, в главном меню, вроде бы все нормально. А сейчас я смотрю, вроде бы тихо. Фиг его. Ну, пусть будет так, я думаю. Да? Ой, короче. Ставим 80, не морочим себе голову. Нам еще потом звуки настраивать будем надеяться, что они не громкие. Да, моя такая милисточка. Короче, у нас комбо из трех ударов идет. Ладно, давай смотреть, что у нас вообще с тобой есть. Слева у нас сразу есть хпшка. 300 хп в данном случае. Мана есть, 30-очка. Справа у нас есть иконка, есть карта. О, если мы сверху, она перемещается вниз. Все показатели. Это... Неудобно. Отслеживать, как будет прыгать хпшком. Момо. Обозначение. Надо удерживать клавишу, понятно. Так, что у нас еще есть? Журнал приключений. У нас какие-то есть ягодки красные, синие. Персики, цветочки и... Феи. И да, пока я сюда зашел, внизу у нас, как я понимаю, ну, это валюта души. Символы. Активно 0 из 2. Пока мы можем только 2 ставить, как я понимаю, максимум это 5 у нас, может быть. Символы, это скорее всего, типа, кольца. Улучшалки. Инвентарь. Божжаная сумка. Простая сумка для переноски предметов. 1 из 4. Ага, ничего-то такого больше нету. Колокол исцеления. Затрата магии 10. При использовании восстановления определенный процент от вашего максимального здоровья. Карманы-колокольчик, выкованный из особого материала кузнечной феи. Колокола феи можно найти во многих землях, в том числе в Царстве Мертвых. Кохо. Для защиты этих колоколов были построены святилища и башня. Так, а как мне вниз? Мышки здесь нету, понимаете? А-а-а-а. Кнопку в действии. Звонящая в такие колокола испытает приятное ощущение. Считается контактом с богом. Кроме того, самые колоколы наделены своего рода защитной магией, обрегающей владельца от зла. Люди, владеющие магией, могут использовать их для накладывания заклинаний. Аначе я могу его использовать так же, как и для магии, и для исцеления просто? Или это описание такое? Ахейский лук. Крепкое дальнобольное оружие из хохо. Корпус лука выполнен из древесины дуба. А его тетива сделана из шелка. Хотя луки обычно используют для охоты, они могут сослужить хорошую службу в борьбе с демонами. Жрица использует часть собственной энергии, чтобы выпустить ощущающие стрелы. Чем больше выносливость и стрелка, тем мощнее выстрел. А, понял я так, когда я буду стрелять? Так, священный лист. Кленовый лист, вырванный из крови дерева лу. На протяжении многих веков кленовые листья ассоциировались с жрицами из хохо, которые используются в их битвах против демонов из созданий из подземного мира. Вручение жрицы ее собственного листа сопровождается традиционным ритуалом. Благословение матриарха. В момент вручения лист начивается кровью будущей хозяйки, а после смерти сжигается. Не, все, вспомнил. Тут мы другую играли, потому что там Мамудора была с мечом, вроде бы, а не с листиком. А тут все заточено на листик. Короче говоря, у нас были только два варианта. это либо хилиться, либо использовать лук. Плюс тут пишет... Тут хоть на самом деле не пишет. А, ну подожди. Вот, собственные энергии. То есть энергия это нас магия. Ну, тут просто не написано, сколько заторачивается. Здесь написано, здесь... Здесь маны. Так, ладно, спутники. Спутников нету, недоступных. Пятнистые ягоды используют одно сохранение. Съешьте все ягоды, лун, используя одно сохранение. Ягоды, как я понял, первые. Пятнистые это хп. Пятнистые это хп, лун, мана. Эти я не знаю, что. Соберите все небесные лилии. Посетите все карты одно сохранение. Соберите все символы, используя одно сохранение. Соберите все гримуары, используя одно сохранение. Что за гримуары? Уничтожьте все хранилища лунных кристаллов. Соберите все иллюзорные спутников, используя одно сохранение. Соберите все реликвии, используя для сохранения. Помогите Хазли освободить всех люминированных фей, используя для одно сохранение. Ну, не мухи, феи. Достигни максимального уровня дружбы с церезой, используя одно сохранение. Скрыто-скрыто победить ключевого врага, не получив урона. Похладить много кошек. Завершить игру на сто одиннадцать процентов, используя одно сохранение. Неплохо, неплохо. Короче говоря, мы можем отсюда здесь как раз отследовать то, что собрали мы все или нет. Это очень хорошо, очень хорошо. Заметки. Здоровье магии выносливает зеленой шкалой. В левом верхнем углу экрана отображает ваше здоровье. Цифры также показывают здоровье и количество эквивалентий. Если она опускается до нуля, вы погибаете. Баю 0, да. Очковая магия показывает синяя шкала здоровья. И, наконец, выносливость. Это желтая шкала, значит, это персики, появляющая в момент выполнять расходующих выносливость действий. Ага, то есть это у нас как раз есть тот самый лук. В выбор сложный доступен. Легкий режим для расслабления и обычный режим. Ла-ла-ла-ла-ла. Важные диалоги. Иногда рядом с персонажем будут появляться красный значок диалогов. Это означает, что они хотят сказать вам что-то важное, относящее к их сюжетновениям. Прыжок. Это базовое действие. Бла-бла-бла. Священный лист. Атак ближнего боя. Неизвестно. Лук. Мощный выстрел. Калой и кольчик из стреления. Уклонение. Идеальное уклонение. Перекат выполненный за мгновение до получения урона в этом вражеских атаке. Называется идеальным уклонеем. При выборе удачного момента эта техника восстанавливает потраченную на перекат выносливость. О'кей. Волны, кристаллы, ягоды. Ресурсы, типы валют, временная, аглана. Так. Возносите молитвы к особенным цветам. Осящие названия небесные лилии, чтобы увеличить свою силу атаки. Крит удары, слабый удар. Адреналин, негативные эффекты. Я не буду это читать, потому что мы примерно все это понимаем. Спутники скрыто, закрыто, закрыто. Пустим. Отправляемся. Единственное, что я могу сейчас отметить сразу. Очень плохое управление в воздухе. Допустим, вот мы падаем. И есть маленькие, то есть не очень отзывчивые в прыжке действия. То есть, я бы не сказал, что это очень-то круто. Ух ты шьё. Это чел на дальнюю атаку? Ну, некоторые враги, я помню, как раз из предыдущих частей, в которые мы играли. Ага, вот наш перекатик. Тут ещё бег есть, но он не работает. О, по секретке. Так, давай смотреть, сколько перекатов нас хватит. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот это не очень-то, что она прыгает. Так, в прыжке я не могу поворачиваться. Если есть секретка, она сразу у нас отображается на карте. Независтимость и всего остального. Так, вниз я атаковать не могу. Так, подожди, а как мне стрелять из-за лука? Ай, всё. Блин, ну я вниз открывать не могу. Бравку решит. Да, видите, она сразу отображается на карте. 52 урона, это типа критулил я, да, херак? Да, то, что карта прыгает, это вообще не круто. Слово совсем. Эй, блин. Там секретка, возможно. Но по-любому способность будет связана с... С-с-с-с-с-с. С-с-с-с-с, чем? Ага. Плохо то, что я не могу ставить сокровища. Я понял. Пометка сокровища. Почему я не могу свои метки ставить? Вот это плохо. Допустим, путь перекрыт. Почему нету пометки? Позволите колоколу исцеления. Это восстанавливает ваше здоровье. Хорошо. Очки магии восстановлены. И... Значит, оно не в зависимости от всего. Все равно, как бы... Есть энергия в луке, либо нету. Но я не могу делать перекат. И... В ящике светилища есть немного лунных кристаллов, не стоит их взять, и этого хватит для добротого подношения. Подношение. Шертвуйте лунные кристаллы и светильные колоколы, чтобы получить благословение. Постепенно восстанавливающие здоровье и магиобэкс. Восстановение действует несколько минут. Сделай подношение. Уйти. А на кой мне это делать? Вопрос. Ну и сделаю я подношение, что на пару минут я был еще баф. А вопрос зачем? Вот видите, о чем я и говорю? Типа, сверху стоит, вот. ГПшка перенеслась. А все, я снизу не вижу предмет. Понимаете, в чем проблема? Есть там что-то? Нету. Полтинник. Ну, если смотреть, сколько мы наносим изначально. Новый символ дурак. Эффект, пока этот символ активирован, у вас всегда будет одной единицы здоровья. Может быть, светилище нужно просто активировать, чтобы восстановить? Ой. А зачем? Ну, это скорее всего для хардеров, на самом деле. Да я не хотел, я хотел в меню зайти. Да я не хотел, я хотел в меню зайти. Не круто. Я думал, у меня хп сейчас восстановится. Ну, моментально, типа. Спасибо, конечно, за баф, но когда у тебя нихрена нету... И они тут бафики мне дают. Да, я сейчас иду вот именно к боссу, если там босс, потому что музыка утихла, это надо понимать. Если я хочу сразиться с тем, что там есть, мне нужно сейчас отхилиться. Есть ли где-то показатель бодрости, сколько у меня уже отхилило? 140. Бля, просто минус 50, в никуда. Карта дурака, ну, нужно было проверить, что это хотя бы. Я проверил. Чё ты так долго, блядь, восстанавливаешься? Ну, я так и понял, что это битва с боссом. Ну, понимаете, если там босс будет мне дамажить сразу по дохрена хп, надо хотя бы и отхилиться. Короче говоря, получение этих реликвий, карточек, довольно замудренное. То есть уже есть головоломки. Я говорю, я отхилиюсь, мы туда с вами сходим. Пока мы хилимся. Всё. Просто, как я и сказал, если битва с боссом, пусть хотя бы 10 у нас ещё магии будет. И пойдём. Чтобы на всякий случай... Чё-то да как. Но я понимаю, что сейчас будет скорее всего диалог какой-то с кем-то. Мосс обрушится, мы упадём вниз, потому что снизу нарисована яма. Логично, что мы упадём. Типа-тип. Давай, поехали. Чёрная горгулья. Батя, мы уворачиваться будем? Я чё-то у вороты не увидел. Если. В Neeфе. В Ветхе. Это. Разбораживаются. Приколеваются. А. Испеки в тексте. Я забрала ко-как accidents. Где черных или пилей? Я забрала ко-как. Испека. Я забрала ко-как. Испеки на шкар-как. Эта листа. Изи. Ну ладно. И? Момо. Прошу, очнись. Намолвили босса. Изи. Босса в основном только три стадии. Взрыв. Цереза? Я у себя дома? Момо, мы так за тебя волновались. Дора нашла тебя без сознания. Отдыхай. Когда тебе станет получше, загляни к матриарху. Она ждет тебя. Ээээээ. Ну, смотри. Пятнадцать минут до геймплея. Да. Отдохнуть? Отдохнуть немного? Да. Вы мирно спите. когда тебе станет получше загляни к матриарху она ждет тебя а ускорить этот а можно короче понятненько первый босс ничего такого запоминающего потому что считай босс у нас и себе представлял только три атаки это прыжок на тебя с волной 3 импульса дальняя атака выпуск энергии и взрыв вблизи все единственное я не понял прикола почему я не мог уворачиваться типа он импульс это делать я уворачиваюсь но я почему-то урон получил вместо этого как там как бы странно ну короче время мы с вами посмотрели что из себе представляет более мини-игра сразу заметили что есть головоломочки как я понимаю инвентарь будет расширяться кожаная сумка не знаю простая сумка для переноса предметов может быть это просто предмет который у нас в общем имеется в инвентаре будут спутники есть сразу подготовка стопроцентного игре есть заметки на заметки как я понимаю ничего такого если это будет без тари будет классным а я думаю будет ли он либо нет и вроде бы все пока что ну короче первое можно отметить коллег то было с карточками сразу если все карточки такого будут типажа это значит головоломочки принципе не ну и титулы что можно сразу отследить прошел ты на сто процентов либо нет хотя на карте это сразу помечается значком вопроса что плохо потому что ты сразу знаешь что здесь тебе что то есть потеряется типа science собирать самому искать как так ладненько всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока